В курсе основы академической грамотности мы говорили с вами об обучении. Что такое обучение, какие есть библейские подходы, какие уроки мы можем извлечь со страниц Библии. И говорили о том, как правильно формировать свои ожидания и цели перед тем, как начинать учиться. Сегодня мы поговорим более подробно о том, какие виды образования существуют, как они строятся и какие есть критерии эффективности и интерактивности в этих программах. Я уже говорила о том, что взгляды на образование очень разнятся. Одни люди рассматривают образование с позиции познания, вторые рассматривают образование с позиции постижения жизни или с позиции передачи культуры. И по этим критериям приблизительно делятся также формальное и неформальное образование. Что подразумеваем мы под формальным образованием? Это образование, которое приняло какую-то устоявшуюся форму. Чаще всего мы ее ассоциируем со школам, с классами, с учителем, который стоит у доски, пишет задания. Что в это время делают ученики? Ну, по-разному. Кто-то слушает учителя, кто-то пишет записки соседу, а кто-то в это время наше время гаджетов играет на телефоне. Именно потому, что формальное образование стало терять свою эффективность, стали рассматривать более широко, что же такое образование в целом, что такое обучение. И если отталкиваться от того, чем обучение является, а обучение это постижение чего-то нового, открытие или пересматривание своих каких-то внутренних позиций, то стали понимать образование более широко, более культурологически, что образование происходит в гораздо более широком контексте, не только школа, не только формальные какие-то уроки, но и весь опыт жизни, который встречается на пути у человека, может рассматриваться как определенный путь обучения. Давайте посмотрим, какие определения обучения с этой позиции приводятся учеными. Итак, Альфрейд Уайтхед. Образование — это ведение личности к постижению искусства жизни. А под искусством жизни я подразумеваю более полную деятельность, выражающую потенциал данного человека перед лицом его окружения. Есть другой классик образования — Роберт Пасминьо. Он описывает образование определенной схемой, которая охватывает формальное образование, начинающее со школы, и который характеризуется намеренностью. И в другой стороне он описывает жизнь, приобретение опыта и социализацию, как тоже часть образования, с которым мы сталкиваемся каждый день. Каким мы можем дать определение? Формальное образование — это логически построенное, систематическое, запланированное обучение. Оно никаким образом не затрагивает переживания учеников вне школы, в различных жизненных ситуациях. И это образование, понятно, достаточно ограничено по сравнению к культурологическим подходам. Неформальное же образование определяется как образование в процессе жизни. Это образование происходит, когда люди участвуют в разных жизненных ситуациях, делятся своим опытом и другими людьми. Неформальное образование человек получает за стенами школы. В широком смысле каждая жизненная ситуация несет в себе образовательный компонент. Из наших ошибок мы учимся, из наших успехов мы тоже делаем определенные выводы. Поэтому весь процесс в жизни, который включает в себя приобретение чего-то нового, сталкивание с новыми задачами, преодоление трудностей, включает в себя неформальное образование. Когда мы рассматриваем различные взгляды, различные оттенки образовательных концепций, мы понимаем, что истинное образование, оно лежит где-то посередине. Каждый из этих взглядов, каждый из этих видов охватывает только какую-то часть, только какую-то истину о том, что происходит в момент обучения. Поэтому только комбинация взглядов и богатство, разнообразие мнений по поводу обучения, оно составляет общую картину того, что происходит в момент обучения, что происходит в момент образования. Сравнивая формальное и неформальное образование с бевзлейским взглядом, мы можем сказать, что неформальное образование гораздо ближе соотносится с тем, что мы видим в Писании. Потому что вера и убеждения и оценки передавались в течение всей жизни. Они были вынесены в какой-то отдельный процесс обучения. И основное формирование веры происходило в семьях евреев, в семьях патриархов и далее передавалось от поколения к поколению. Только много позже стали образовываться формальные учреждения, такие как синагоги и школы, в которых процесс обучения принял какую-то законченную форму. Поэтому, когда мы смотрим на образование, мы должны постигать его во всей полноте и оценивать, прежде всего, те критерии, которые есть, успешности и плодотворности того процесса, который мы называем обучением. В связи с тем, что формальное образование в какой-то момент стало дискредитировать себя, и все мы знаем, что наш школьный опыт не всегда был на стопроцентно эффективен. Какие-то предметы мы помним, какие-то предметы забыли, а о существовании некоторых мы даже до сих пор не знаем предметов. Поэтому стали пересматривать взгляды на обучение. И в современные образовательные технологии стали внедряться все более и более методы, в которых ученик является активным действующим лицом. Такие методы называются интерактивным обучением. Что это значит на практике? Метод обучения, в котором ученик является пассивным, классический. Когда учитель стоит у доски, что-то записывает, объясняет, а ученик сидит на парте и пассивно внимает тому, что говорит учитель. Активные же методы подразумевают, что ученик сам домывает свои знания, переживает и переосмысливает их. Какие, например, приемы интерактивного обучения мы можем привести? Прежде всего, это дискуссия, где каждый из учеников отстаивает свою точку зрения. Часто в образовании устраивают диспуты, когда класс делится на две категории, одна из них придерживается какой-то одной точки зрения, вторая – другая. И в процессе диалога они должны пытаться друг друга убедить в своей собственной позиции. Также есть другие методы обучения, например, ролевые игры. Ролевая игра – это когда вам предлагают ситуацию, которую вы должны прожить на себе. Если это несколько участников, несколько учеников в классе, тогда вы можете каждому из учеников дать роли, каждый из учеников проигрывает и проживает роль какого-то человека. Интересны ролевые игры в таком школьном предмете, как история. Мне известно в школах, в которой проводится обучение истории в виде проведения ролевых игр под тем или иным временам. Представьте себе времена Средневековья, времена рыцарства, времена благородных дам и рыцарей. В этом случае мальчики готовятся к воинскому турниру, они пишут оды своим дамам, а девочки готовят определенные наряды и готовятся поддерживать свои рыцари во время турниров. Когда проигрывается эта ролевая игра, ребята сами проживают эти роли, они совсем иначе читают материал учебника, где излагаются победы тех или иных рыцарей или победы тех или иных стран в тех войнах, которые шли в тот период. Ролевые игры помогают человеку встать на место какого-то исторического персонажа и оживить историю своим личным опытом. Существует много различных других приемов интерактивного обучения. Использование их в обучении доказало, что такое обучение повышает эффективность многократно. С чем можно сравнить опыт проживания себя в качестве рыцаря? Там есть и преодоление себя с точки зрения дисциплины, опыт поражения или опыта успеха, опыт отношения между мальчиками и девочками. Такая история запомнится ребенку надолго и такая история будет живой в его опыте. Когда мы говорим о интерактивных технологиях, то также мы должны перенести их на дистанционное обучение. Каким образом это работает в интернете? В интернете также есть задания, форумы, обсуждения, в которых ученикам предлагается обсудить ту ситуацию, которая у них есть в жизни. Или поделиться с другими своими взглядами, отстоять позицию. То есть все то же самое, что происходит в классе, может быть сделано с помощью новых интернет-технологий дистанционного образования. В нашем курсе также будут задания, также будут обсуждения, которые будут побуждать выйти из позиции пассивного слушателя и принять участие в том, что вы слушаете, выразить свое мнение, одобрить или высказать свои критические замечания по поводу того, что вы слышите. Важным критерием современных обучающих программ еще является и эффективность. Каким образом замеряют эффективность? Этого величина достаточно сложная и происходит разная оценка того, каким образом обучение повлияло на жизнь конкретного ученика. Самый непосредственный критерий эффективности, с которым вы сталкивались, это прежде всего те оценки, которые ставят вам педагоги. По результатам тех оценок, которые вы получаете, говорят о том, что определенная программа или курс был эффективным или неэффективным. Если все ученики получили хорошие отметки, то этот курс хороший, он эффективный, он принес много пользы. Если курс был закончен плохо, то говорят о том, что он был не очень хороший, не очень эффективен. Но это самая простая и самая, наверное, поверхностная оценка эффективности. Кроме нее делают определенные срезы. Каким образом обучение на курсе или на программе сказалось на поведение человека в дальнейшем? Выбрал ли он сферу занятости, связанную с этим обучением? Еще более сложной оценкой эффективности является замер спустя 5 лет, скажем. Было ли обучение, которое он прошел, существенно в той работе, которую он выполняет в профессиональной деятельности. Но такие оценки чрезвычайно сложны, их сложно делать. Даже найти выпускника спустя 5 лет в данном случае представляет определенные сложности. Но между тем, предельным критерием эффективности является то, используете ли вы полученные знания в дальнейшем вашей жизни. Используете ли вы его на работе, используете ли вы его в семейной жизни. Итак, мы сегодня говорили о том, какие бывают виды обучения формальные, неформальные, какой из них больше подходит под библейский образец обучения, и что такое интерактивность и эффективность обучающих программ.